МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торжественные церемонии в Одессе прошли у областной администрации и на Потемкинской лестнице. Одесские полицейские сдают кровь для пострадавших в ДТП и раненых воинов АТО. Завершился проходивший в Одессе третий этап всеукраинской детской юношеской военно-патриотической игры Сокол Джура. В Одессе в центре болгарской культуры открылась выставка известного одесского фотохудожника Олега Куцкого. А теперь об этих и других событиях подробнее. 23 августа Украина отмечает праздник государственного флага. Именно в этот день, 25 лет назад, народные депутаты впервые внесли синежелтое полотнище в зал Верховной Рады. А уже 4 сентября оно развивалось над куполом украинского парламента. Как государственный праздник, день флага отмечается с 2004 года. Официальные церемонии проходят в Киеве, областных и районных центрах. В Одессе главный флагшток установлен у здания областной государственной администрации. Прапор для нас сегодня – это стяг нашей борьбы и нашей независимости. Это прапор, с которым мы отправляем наших хлопцев сегодня на войну. И, на жаль, их здесь встречаем. Слава Богу, иногда живыми. С геркотой в сердце – нет. Слезами на очах. Очень хочется, чтобы все помнили, какая цена этого прапора. Какая цена этого синежелтое стягу. Официальную церемонию сменил праздник народный. Одесситы и гости, приехавшие в наш город специально к этому дню, собрались на Приморском бульваре, чтобы вместе развернуть 25-метровое полотнище флага. Самое большое в Украине. Одесса назначается свято уже 8-й рік поспіль, очень символично поднимая величезный прапор Украины по Тянькинскими сходами. Это наша визитивка. Прапор поднимают, переважно, лучшие волонтеры вишиванкового фестиваля, уже традиционно, а также до них может долучиться Одесситы. Большинство участников праздника не знают друг друга. Они объединены общей идеей строительства новой европейской Украины. Энергии, энтузиазма и, главное, уверенности в будущем у них хватит на всех жителей страны. Гордость, вера в будущее, щира вера, а еще, знаете, мрия, как сегодня поднесение такого патриотического духа, еще когда над этим прапором, при выполнении этих песен, из устья этой чудовой молодости зазвучит украинское слово. Все, нам политиков не нужно. Мы сделаем Украину, мы побудуем Украину такою, как она должна быть. Очень патриотическое настроение, серьезно. Особенно, когда поднимали флаг, чувствовал действительно гордость за свою родину, чувствовал, что есть за что умереть. Дуже чудово. Дуже, ну, совсем. Вау. До речи, я шила цей прапор. Восьмый. Восьмый. Начиная с 18-го року. Восьмый фестиваль, восьмый прапор. Был сначала 18 метров, а сейчас 25. Спасибо. Да. Это наш символ, державный, национальный, символ гордости за страну, за подые, которые сейчас происходят. И понимание того, что мы все-таки формуемся. И, наверное, уже можно сказать, что сформировалась как нация, как держава. Это поднесение, надзвичайное поднесение, надзвичайное ощущение гордости и желание, и вера в то, что все скоро погано меняется. И мы будем жить, наконец, в мирный час, в целесной Украине. Через год участники празднования Дня государственного флага снова соберутся на Потемкинской лестнице. А сам флаг станет длиннее еще на метр. Это известно точно. Какой будет политическая обстановка в стране? Прогнозировать дело неблагодарное. Остается надежда отметить следующий праздник уже в мире. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Национально-патриотическое воспитание молодежи – государственная задача, определенная указом президента Украины. Ее решение взяли на себя казацкие организации. Созданная именно на основе старинных воинских традиций, военно-патриотическая детско-юношеская игра «Сокол джура» объединяет молодое поколение всех регионов страны. Третий этап ежегодных соревнований под названием «Хаджибейская сечь» завершился в Одессе. Казаки должны знать историю своей страны, владеть огнестрельным и холодным оружием, преодолевать полосу препятствий, оказывать помощь раненым, ориентироваться на местности и так далее. Основой успеха, как и столетия назад, остается товарищество. И для меня дружат, тоже меня не пойдут, а я доля припочет, порой с дромом отточет. По завершении соревнований участники игры «Сокол джура» посетили праздничную церемонию поднятия государственного флага Украины у областной государственной администрации. Торжественным маршем молодые казаки прошли от Соборной площади на Приморский бульвар. У памятника Дюку состоялось награждение победителей. Итоги одесского этапа показали отсутствие абсолютного лидера среди областных казахских организаций. Общий уровень подготовки примерно одинаков. Иными словами, защищай страну, готовый везде. Призы и дипломы в разных номинациях получили представители всех команд. Я считаю, что соревнования произошли успешно. Одного, как и с победителя, не визначается. Просто загальнодня. И мы еще раз подтвердили, что Одесса – это певденная столица Украины. И один из главных форпостов нашей новой политической украинской нации. Это ярко показывает, что вся Украина с Одессой. Мы называем Одессу однозначно украинским городом. Наши соревнования, наш всеукраинский этап называется «Джураду-16 Хаджибейская сич». Мы подтверждаем, что Одесса – старовинное город. Одесская команда одержала победу в интеллектуальном конкурсе на знание истории Украины. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Газоснабжающее предприятие «Одесса-Газ» едва не отравило одесситов. Вечером, 22 августа, одесситы, проживающие в Суворовском районе, буквально оборвали телефон экстренной линии 101 с жалобами на неисправность и резкий запах газа. Было зафиксировано 220 вызовов. Только потом газовой службой 104 было установлено, что сильный запах вызван превышением концентрации примеси к бытовому газу. Компания «Одесса-Газ» превысила допустимую концентрацию меркоптана в природном газе, подаваемом в Суворовский район Одессы. Об этом сообщила пресс-служба полиции. Газовщики проверяли наличие утечки и повысили уровень меркоптана – вещества маркера, которые специально добавляют в не имеющий запах природный газ, чтобы можно было почувствовать утечку. Но, как говорится, переборщили. При определенных дозах меркоптан может быть опасен, поэтому жители района просят открывать форточки и проветривать квартиры. По неофициальным данным уже есть два факта отравления. Именно с превышением концентрации меркоптана был связан неприятный запах, который жители поселка Котовского ощущали даже на улице. По дворам жил массива ездили патрульные машины полиции, призывая граждан не включать газ и проветривать квартиры. При появлении сильного запаха стоит перекрыть краны и проветрить помещение, не включать электроприборы и немедленно обратиться в газовую службу. Утечка может быть и небольшая, но это свойство вещества. Даже его малая концентрация дает резкий запах, но в больших количествах меркоптан может быть вреден. Если запах был, а потом исчез, возможно, есть небольшие утечки. Их не выявить в нормальных условиях. Поэтому необходимо вызывать специалиста, который все проверит. В этот раз, похоже, обошлось. Но кто-то все-таки должен ответить за халатность, из-за которой одесситов подвергли опасности отравления. В минувшее воскресенье на территории Татарбунарского района на реке Днестр произошел вопиющий случай. Группа вооруженных людей напала на сына директора парка Тузловские лиманы Ивана Русева Романа и похитила находящегося в его лодке человека. Все произошедшее Иван Русев связывает непосредственно со своей деятельностью директора парка Тузловские лиманы и борьбой с незаконной охотой и рыболовством. Накануне воскресенья сын Ивана Русева Роман сообщил ему, что на реке Днестр его лодку обстреляла группа вооруженных людей, после чего не похитили находящегося в лодке вы товарища Сергея. Как позже выяснилось, среди нападавших был некий Григорий Мельниченко, который, как считает Иван Русев, незаконно оккупировал часть территории заповедника и пытается брать дань занимающихся перевозкой по реке предпринимателей, среди которых и сын Ивана Русева. Я в конце марта писал заявление о лодке Панидзе о том, что угрожает мне, моему сыну, именно моему сыну, который занимается предпринимательской деятельностью на Днестре. Однако никакой реакции вообще не было со стороны полиции. И вот вчера мой сын сообщил мне, что его лодка расстреляна, она перевернута абсолютно вверх ногами и уходила в сторону Днестровского лимана. А парень, который был в лодке этой, он исчез, его не было до вечера. Потом, когда он нашелся, он мог только сообщить, что его выбросили на скоростной лодке на Днестровском лимане где-то, и он пять часов добирался в плав до первых рыбаков. Там его спасли. Это происходит потому, что там есть один такой деятель, который возомнил себя богом и оккупировал территорию национального парка, и практически никого не пускает. Этот человек, он захватил кусок берега Днестра возле маяк, он разрушал склон, очень древний склон возле обсерватории астрономической. Я писал об этом западе, но, к сожалению, власть не реагировала. Сам же Роман уверен, что таким образом его пытались запугать. Некий Григорий Мельниченко Викторович. Этим самым он пытался на нас здесь, предпринимателей, которые доставляют людей, в виде ретокси на воде, на глубокий турничок, платить ему деньги. Просто так, в кассу, ему давать так, то есть никуда, никаких чеков никто не выдает, на руку, как он говорит в черной бухгалтерии. Я с этими согласился, потому что у меня все нормально, и я, значит, у него земля, и я не собирался этого делать, никаких договоров, ничего не подписывалось. Он из-за этого, что я не слушаюсь, так понял, что ему не платил. Захотел сделать такой акт, запугать меня, чтобы я туда не возил. Возили только те, кто его слушается и платит, и боятся. К счастью, Сергей выплыл. Его уже опросили сотрудники полиции. Как сообщил Иван Русев, дело взял под свой контроль начальник нацполиции области Георгий Лорки-Панидзе. 23 августа, в день флага, и накануне Дня независимости одесские полицейские пришли в областной центр переливания крови. Правоохранители стали донорами для наших солдат, которые сейчас поправляются в госпитале, и для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Для правоохранителей такие походы уже стали обыденностью. Кровь сдают и бывшие гаишники, и бойцы батальона полиции особого назначения областного главка. Мероприятия проходят в рамках месячника безопасности дорожного движения. Цель – снизить количество жертв среди пострадавших в ДТП. Также кровь нужна солдатам. Только сейчас в госпитале около 40 защитников Украины. Несколько дней назад была акция, прошло более 130 человек, Одесский припортовый завод. Но потребность крови ежедневная. Хотел бы сказать, я неоднократно говорил, что кровь сохраняется не более трех недель, и она чем свежее, тем она ценнее. У нас ежедневно большие запросы в эритроцитарной массе, в крови, в плазме. В основном нужна эритроцитарная масса. Плазма у нас запасы есть, но эритроциты нужны постоянно. Близится у нас буквально завтра день независимости 25-го годовщина. И одно из направлений и задач, для чего мы хотели эту кровь сдать, это для того, чтобы был резервный фонд для воинов-участников АТО, который сейчас проходит лечение у нас в 411-м окружном госпитале. Очень часто такие ситуации возникают, когда кровь нужна, ее нет. Сотрудники станции переливания крови не нарадуются на таких доноров. С ними всегда меньше работы, они организованы, знают о противопоказаниях. Они не боятся, стресса у них нет, в кровь ничего лишнего не попадает. Они приходят вовремя и спасают нас, спасают город. Почему? Потому что постоянные доноры – это всегда проверенные доноры. То есть мы реально знаем, что они уже активны и они чистые, понимаете? И мы сможем выдать их кровь. Плюс они организованы количеством приходят, и это тоже очень большая выгода для нас. Меньше идет на утилизацию крови, мы ее в основном выдаем. Поэтому для нас это лучше, чем первичные доноры, когда приходят. Врачи отмечают, довольно много стало аварий на наших дорогах. Это подмечает и полицейский. Кровь они сдают в том числе и для своих, в кавычках, подопечных. Есть, конечно, виновные есть в ДТП, но какая разница, они все люди, и им надо помогать в любом случае. Право, неправо в ДТП. Есть и пассажиры, и дети. Всем надо помогать. А мы напоминаем, перед сдачей донорской крови стоит воздержаться употребление жирной пищи, курение, категорически неприемлемый алкоголь, антибиотики. При прохождении анализов потенциального донора проверяют на различные заболевания. Так что донорство – это не только возможность спасти чью-то жизнь, но и отличная профилактика собственного здоровья. Анатолий Косин, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг». Укрзалезницы может сократить рейсы электричек в Одесской области из-за износа поездов. Об этом сообщает интернет-издание трассы Е-95 со ссылкой на пресс-службу ведомства. Совсем скоро укрзалезницы придется значительно сократить количество электричек в Одесской области. Об этом сообщает интернет-издание трассы Е-95. И в первую очередь сокращение связано с колоссальной изнушенностью подвижного состава, который достиг критической точки. Дело в том, что годами из местных бюджетов не выделялись средства на новые поезда. И более того, не возвращались перевозчику деньги в полном объеме в качестве возмещения обслуживания льготников. Как следствие, в настоящее время электропоезда в стране изнушены на 85%, дизель-поезда на 99%. По закону о железнодорожном транспорте подвижной состав должен приобретаться с привлечением средств местных бюджетов. Однако это требование не соблюдается. Как сообщает пресс-центр службы безопасности Украины, 22 августа в Одессе задержали двух женщин за попытку подкупа сотрудника ведомства. Речь идет о сообщниках недавно задержанной группы, которая поставляла в нашу страну российский метадон. За освобождение своих подельников женщины предлагали 20 тысяч долларов. Сотрудник СБУ сразу сообщил о предложении взятки представителям внутренней безопасности спецслужбы. При попытке передачи части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов, взяткодатели были задержаны правоохранителями. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, говорится в сообщении пресс-центра службы безопасности Украины. Отражение. Так называется фотовыставка, открывшаяся накануне в Центре болгарской культуры. Автор представленных на ней работ – известный одесский фотограф Олег Куцкий. Все представленные фотографии – плод деятельности мастера за долгие десятилетия. О том, как менялся наш мир и мы менялись вместе с ним – в сюжете наших корреспондентов. Все-таки удивительное дело – мир фотографии. Только не надо думать, что с появлением цифры этот мир как-то обеднел или стал не таким красочным и сложным. Как раз наоборот, новые технологии только добавляют остроты взгляду мастеру. Особенно такому, как Олег Куцкий, который является одним из известнейших одесских фотографов нашего времени. Я считаю Олега – это классика одесской фотографии. И самое интересное, что в этой классике есть и современность. Он современный в любом мире. Он современный был и 10 лет назад, он современный и сейчас. У него есть фотографии, которые многие не понимают. Это как авангард. То есть человек постоянно работает над собой. Это самое, что не есть фотографическое художество. И собственное видение. И тяга до репортажа, до правды. Без фокусов, без подмалевок, в фотошопе. То есть тяга до правдивого видображения жизни. Наше время – это и есть Олег Куцкий. Вернее, его работы. Которые, сколько бы ни прошло времени, со дня создания фотографий остаются необыкновенно современными. Собственно, это и отличает Олега Куцкого от многих других коллег по профессии. Умение оказаться в нужном месте в нужное время. Может, потому ему так и удается остановить это самое мгновение фотографии, в котором оно потом живет. Фотоаппарат, который является сам по себе мертвым объектом, неживым. Он не имеет своей души. Но когда ты его берешь в руки и ты им командуешь, ты начинаешь создавать какие-то работы. И вот в зависимости от того, что у тебя в твоих мозгах, я грубо скажу, от этого ты получишь результат. Но этот результат еще только половина. Ведь теперь очень важно, какими глазами посмотрит на твою фотографию зритель. На выставке представлены самые разноплановые работы. Это уличные пейзажи, картинки, иллюстрирующие жизнь обыкновенных людей, которые благодаря фотографии обретают совершенно необыкновенный смысл. Есть также на выставке работы, посвященные, нет, не политике, а политическим изменениям нашей страны. Оранжевая революция, Евромайдан, трагедия. Второго мая. Все это запечатлел Али Куцкий. И теперь это уже история. Сама концепция выставки, которая родилась, вот она должна была быть такой, и каким-то образом хотелось охватить связь времен. От Советского Союза до сегодняшнего дня в Украине. Здесь нет ни одной постановочной фотографии. Здесь все фотографии. Вот поэтому я и так жестко, и придирчиво отбирал фотографии, чтобы не было ни одной постановочной. Поэтому здесь нету портретов, здесь нет ню. То, что, в общем-то, каждый уважающий себя фотограф тоже фотографирует, но это постановка. А здесь конкретно живые фотографии, которые вот показывают дух времени того или иного времени. Отражение. Такое название, конечно, для выставки не случайно. Как и сами фото, оно несет в себе глубокий смысл. Какой? А вот это уже дело самого зрителя. Его способности погрузиться в этот мир, почувствовать то, что хотел сказать художник. И когда глаза зрителя видят то, что задумал автор, это и есть самое настоящее отражение. Отражение себя. Все знают, что любимое место для прогулок в Одессе – это улица Дерибасовская. Однако вместе с гражданами, прогуливающимися здесь, иногда можно встретить настоящих уникумов – выгуливающих утюги. Что может быть лучше, чем прогуляться по улице, тем более, когда на поводке рядом твой любимец? Впрочем, собакой, кошкой и даже экзотическими игуанами и орланами в Одессе никого не удивишь. На смену обычным домашним любимцам неожиданно пришли бытовые приборы. С некоторых пор по улицам стало модно выгуливать утюги. Так, накануне вечером на Дерибасовской был замечен одинокий мужчина, выгуливающий на проводе утюг. Об этом сообщает интернет-издание «Одесский паблик». При этом человек просил подать утюгу на пропитание и предлагал всем желающим его погладить. Стоит отметить, что это не первый подобный случай минувшей зимой. Тоже по Дерибасовской гуляла дама в компании с утюгом. Наверное, это очень удобно, когда у тебя в доме живет такой бытовой зверь. Хочешь – его погладишь, хочешь – им. Наш выпуск новостей подошел к концу. Мы дали информацию о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Увидимся. По прогнозу гидромедцентра Черного и Азовского морей 24 августа в Одессе ожидается переменная облачность. Небольшой дождь, гроза, ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла.